Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Ваира», когда Всевышний открылся Муше и Арону, и в полном развитии у нас идет процесс выхода из Египта, казни. Но можно сказать, что в Торе, как и в любом стандартном литературном произведении, есть свои герои и антигерои. И в истории выхода из Египта, конечно же, у нас герой Муше и антигерой это фараон. Но в Торе достаточно много негативных героев, начиная еще с прошлой книги Ишмаэль, Исааб, в дальнейшем Белам и, конечно же, наш замечательный фараон. Но я надеюсь, что вы уже понимаете, что Тора это не попсовая литературная подлива, где все понятно, вот хорошие, вот плохие, как в обычном блокбастере. Нет, само начало Торы, Раши, основной комментатор Торы, начинает и комментирует, что слово Тора происходит от лошон-ура, от языка, от слова учение. И даже самые негативные герои пришли сюда для того, чтобы нас чему-то научить. И мой учитель, великий Рабадин Штанзель, с благословенной памяти на одном из фарбрейганов в Ешиве, говорил о том, что ну что вы так не любите фараона? Ведь у него есть огромное количество уроков для нас, позитивных героев. Тем более, что не то, чтобы какие-то негативные герои, как Белам, который даже его именем глава не называется. Нет, фараон упоминает, уделяется аж 4 главы в Торе, ну приблизительно столько же, сколько вместе взят у Хаврама и Цхака. Значит, что-то в этом фараоне есть. Особенно текст Торы любит один орган фараона. Надеюсь, вы догадались, о каком органе я и веду речь. Конечно же, это сердце. Сердце отягостилось, отяготил. Он его отяготил, а и Всевышний его отяготил. Ну что Всевышнему так сдалось? Это сердце фараона. И на самом деле, на этой основе, надеюсь, что у вас возникал уже достаточно стандартный вопрос. А где же старая добрая свобода выбора? Ведь за что наказывали фараона, если Всевышний отяготил его сердце, и у него не было выбора. Он делал просто то, что Всевышний ему говорил. Точнее, то Всевышний им руководил. Но на самом деле, посчитайте внимательно текст нашей главы. Да, на самом деле, еще и предыдущий. Еще в предыдущей главе, да, Всевышний говорит ему уже, что я отягощу сердце фараона. Но и в прошлой главе, и в нашей главе, пока мы доходим до того момента, что Всевышний вмешивается, аж только в шестой казни, а все случаи до того, фараон сам отягощает свое сердце, он отворачивает свое сердце, он не хочет обращать внимание, он не хочет вдаваться в то, что происходит. А потом, уже в шестой казни Всевышний отяготил его сердце, и дальше пошло все по накаталой, как Всевышний и обещал. И на самом деле, здесь есть важнейший урок. Урок, который отвечает на вопрос, который я уверен, и вы их неоднократно слышали, да и мы сами себе задавали. Это тот же самый вопрос, когда мы говорим, а мне за что? Когда у меня происходят проблемы, трагедии, несчастья. Я говорю, ну мне-то за что? Вы скажете, это две большие разницы. Там фараон и так плохо себя вел, и вот Всевышний отяготил его сердце, но мы-то, в общем-то, хорошие люди нет, дамы и господа. Это тот же самый вопрос. Вопрос, который мы должны задавать мне за что, когда у нас все в порядке, и думать о причинно-следственной связи, а не тогда, когда у нас все хорошо. Ввиду того, что здесь срабатывает очень важный принцип. Талмудический принцип, приводящийся в разделе Макот, о том, что человека ведут по той дороге, по которой он хочет. Или другими словами, мы сами принимаем какие-то решения. И если постоянно мы находим себе причины, почему мы делаем что-то не так, то потом это уже входит к нам в привычку. Точно так же, как у фараона. Вначале он делал это по своему собственному решению, не хотел отпускать еврея. Потом Всевышний, ну раз, сказал, раз ты так ходишь, то поехали, поехали дальше. И эти решения, у них могут быть абсолютно легитимные причины. Но в тот момент, когда мы принимаем эти решения, я не знаю, ну ладно, мы привыкли так ставить елочку, так мы поставим. Или в синагогу я не привык ходить, или меня так не учили, или буду учить Тору, когда выйду на пенсию. Но у всего, я надеюсь, вы уже достаточно интеллигентны и понимаете, что у всего есть причинно-следственная связь. И спрашивать вопросы, за что мне, почему Всевышний так сделал, абсурдно после того, как это уже результат. Надеюсь, вы не верите в постматернистскую, атеистическую утопию, что все рандомально и можно не нести ответственности за свои поступки. Надеюсь, вы осознаете, что у всего в этом мире есть причинно-следственная связь. Поэтому, да, господа, нету такого сердца не прикажешь. Нужно открывать свое сердце. Не делайте свое сердце сердцем фараона. Возьмите его в руки, приказывайте ему. И может быть тогда мы пойдем по той дороге, которая действительно нам нужна. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok